Более подробно о приеме первоклашек мы расскажем завтра в программе «Республика». Сегодня же на совещании у главы Чуваши обсудили и уровень развития трассовой медицины. Министр здравоохранения и социального развития Алла Самойлова рассказала об организации первой медицинской помощи пострадавшему в ДТП на федеральной трассе. В системе трассовой медицины участвуют 32 станции скорой помощи в районах и городах республики. В их распоряжении 245 автомобилей, оснащенных системой ГЛОНАСС. Создание трассовой медицины позволило сократить время ожидания медицинской помощи с 25 минут в 2011 году до 13 минут. По данным ГИБДД, в 2012 году произошло 2060 аварий. В них погибли 265 человек, 28 тысяч ранены. Среди погибших 8 детей. По данным мониторинга Министерства здравоохранения Чувашской республики, из числа погибших 183 человека умерло на месте ДТП. Это 71,5%. То есть в основном до приезда машин скорой медицинской помощи. 15 человек умерло на до госпитальном этапе. Это порядка 6%. Травмоцентры были оснащены медицинским оборудованием в соответствии с федеральными порядками, что обеспечивает оказание медицинской помощи в течение первых 40 минут доставки пациента в травмоцентр. У нас нет взаимных тут проблем и претензий особенно. Действительно, максимально оперативно реагирует у нас скорая помощь. Единственное, проблема есть. Но это проблема не только Минздрава, но в целом. По действующим нормативам у нас необходимо выезд кареты скорой помощи из расчета одна карета на одного пострадавшего. Естественно, у нас не происходит этого, особенно в сельской местности. Создаваемые условия способствуют быстрому оказанию медицинской помощи. Но необходимо приложить усилия для сокращения количества дорожно-транспортных происшествий. На эти цели должны работать и новые приборы видеофиксации, и совместные меры по профилактике. Только таким образом, отметила Алла Самойлова, можно уменьшить число аварий. Павел Константинов, Александр Петров, Республика.